На улице Зелёной в Химках техника продолжает расчищать обломки мебели, кирпичей и сгоревшую одежду. Жители до сих пор не могут прийти в себя. Даже люди из противоположного крылодома почувствовали в квартире вибрации словно от бомбёжки. Я не представляю. Я войну прошла, вот точно, ну точно так. И говорю, всё, взорвали. Дочь говорит, мама, что такое? Я говорю, бомбу взорвали. Волной выбил окна и часть стены на восьмом и девятом этажах. В куче разбросанных вещей жильцы пострадавших квартир пытаются найти документы, которые вынесла взрывной волной. Ольга Сидорова – жительница квартиры на девятом этаже, над которой произошёл взрыв. Во время ЧП она была на работе. Дома находилась её мама. В результате взрывной волны снесло потолок на восьмом этаже. Он провалился. И все, кто были на девятом этаже, упали на восьмой. Чаще они остались живы. Но имелись травмы. У мамы, в частности, компрессионный перелом поясничного позвонка. Единственная просьба – восстановить документы и поскорее отремонтировать квартиру, чтобы был плохо. Рядом с домом стоит палатка с горячим питанием для пострадавших и сотрудников экстренных служб, которые находятся на месте ЧП. В гимназии номер 16 круглосуточно работает штаб. Здесь раздают продукты и работают с пострадавшими. Выясняют, кому нужно восстановить документы, помочь с транспортом, обеспечить средствами связи. Глава города Дмитрий Волошин взял на контроль все их просьбы. В частности, Ольга Сидорова попросила отвезти её маме в больницу телефон. Вход в подъезд заварили в целях безопасности. Целостность здания обследуют при помощи мобильного комплекса «Струна». Это позволит определить степень повреждения подъезда и возможность дальнейшего проживания в нём. До полного восстановления здания людей расселили по гостиницам. Валентина Петухова вместе с супругом выскочили из дома в момент ЧП, успев прихватить только паспорта. Их поселили в двухместном номере. Условия хорошие, всё внимательные, всё хорошо. Скажите, а продукты там у вас всё есть? Продукты? Ну, нам приносят, нам вот так хватает. Покидала квартиру в спешке вместе с родителями и Дана Боболева. Больше всего напугался их четвероногий член семьи. Шестикилограммовый кот-крестьян. Семью поселили в двухкомнатный номер. Первые сутки кот просидел под кроватью. Он носился по квартире, ему было очень страшно. У него постоянно были прижаты уши, и он смотрел на меня так вопросительно. Сейчас он всё ещё переживает, это видно. Посмотреть, в каких условиях проживают люди и нуждаются ли в дополнительной помощи, приехал Дмитрий Волошин. Чем кормили? На завтрак была каша и творог. На обед суп с мясом и картошку с мясом. Какая-то помощь нужна ещё от нас? Я бы не сказала, у нас в принципе всё хорошо. Условия проживания людей заинтересовали и прокуратуру города. В целом все проживающие довольны, никто никаких нареканий не высказал, никаких просьб, как вы сами слышали, никто не высказывал. Спустя двое суток сотрудники МЧС разрешили на короткое время вернуться домой и забрать все свои вещи. Впрочем, о точных сроках возвращения домой пока говорить рано. Сейчас из 36 квартир, в которых проживает 82 человека, 21 человек изъявил желание переселения, 18 уже переселили. Также у нас зарезервированы ещё несколько отелей на территории Химок. Всем помогли и нет сегодня тех вопросов, которые бы администрация города не решила или не услышала кого-то из наших жителей. Со всеми на связи, держим руку на пульсе. Сегодня по-прежнему у дома продолжают работать штабы, которые оказывают помощь всем нуждающимся круглосуточно.